Происходит здесь творчество. Художники собрались, выехали в дикие-дикие-дикие места к жели. Проходимые, конечно, но дикие, дичайшие. Лепят. Завтра мы будем доделывать нашу печь. Мы уже начали строить саманную, горн, выкопали. А завтра мы будем обжигать. Вечером начнем обжиг. А сегодня мы творим. Творим из красной глины, из шамоты, из фарфора. Из всего, что только можно делать керамику. Гончарим, лепим. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте. И сегодня мы говорим про пленер «Дикий огонь» с Еленой Горячевой и Валентином Криворотовым. И приглашаем вас в воскресенье, на день открытых дверей, 24 июля. Здравствуйте. Вот и сено подоспело. Он сказал, что солому ближе к этому. Так, меня зовут Валентин Криворотов. Это моя супруга Елена Горячева. Вот мы вместе организовали такое мероприятие, называется пленер в Акжеле керамический. Ну, как он появился, это просто случайность, может быть, я не знаю. Само собой. То есть мы просто хотели искупаться, летом все керамисты, художники. И приехали на карьер. Ну, если даже не приехали, собираются сюда приехать. Я говорю, там глины полно, давайте полепим что-нибудь, может, там в яме прожгем что-то. И набралось слишком много желающих. Просто много желающих. Да, много желающих, да, набралось. Интересующих. Да, поучаствовать в этом мероприятии. Мы только художником, кстати. И пришлось нам как бы согласовывать с администрацией, администрация говорит, давайте делайте мероприятие. И вот с этого момента, позапрошлый год был, какой у нас 20-й год, да, было первое мероприятие. Да, человек, наверное, 30 было. Мы были с детьми, с друзьями. Были не только художники. Это такой был пикник, отдых, керамика. Мы выкопали горн в горе и там все обжигали. Да, это был трехдневный пленэр. Прошлось очень быстро лепить. И мы одновременно и готовили, и лепили. Варили уху. Да, и варили уху. Это все было так быстро, сумбурно. И при этом у нас... То есть практически в горн ставили сырые изделия. Что-то выжило, что-то нет. В этот раз уже неделю взяли на мероприятие. И у нас есть время и подготовить горн, и высушить изделия. Поэтому надеюсь, что у нас все получится. Да, при этом сейчас мы делаем две печи. Это и для красной глины на низкий обжиг, на температурный, и на высокий огонь, на 1400 самонную печь. Хотите овладеть стихиями огня, воздуха, воды и волшебной глины? У нас есть пятидневная обучающая программа. Новички и бывалые керамисты со всей страны приезжают к нам научиться крутить на гончарном круге, изучить оборудование и технологию производства керамики. Мы рекомендуем гостиницу. Берите отпуск и приезжайте. Также у нас есть и видеокурсы на разные глиняные темы. Подробности по ссылке в описании. Донесем сено и будем месить саман, чтобы лепить нашу печь саманную. Что это такое? Что это такое? Для тех, кто не знает. Это экспериментальный образец печи будет. Она будет разборная, надеемся. Будем сжечь на 1300 высокий обжиг. Будем ее лепить. Такими замешивать глину красную, вместе с соломой. И обмазывать. Вот он, каркас уже готов. Вот он, сегодня плели мы здесь все. Каркас. И будем обмазывать это, такую шубу делать на эту печь. А потом то ставить изделие на кирпичике. И обжигать. Горн выкопали. Горн тоже у нас будет. Это под красную глину. Узделие это под шамот и фарфор. Здесь на 1100 где-то будем жить, здесь 1300. То есть совсем не обязательно горн лепить? Можно его просто выкопать? Да, пожалуйста. Можно вот выкопали. Кстати, тоже будем его саманом обмазывать внутри. Чтобы не стыкнулось ничего, чтобы удобнее было. Сейчас будем месить. Художники у нас собрались просто потрясающе, замечательные профессионалы. Здесь у нас шатер, рабочий шатер, которым наши художники создают свои произведения искусства. Они не только, конечно же, мы только работаем, но и главное, конечно, это общение. Это дельцов, что он рассказывает. Катя очень замечательно сейчас отвяливает глину красную. Можно посмотреть. Это потрясающий выход энергии, какой-то отрицательный. Хотя у Кати уже ее не было и не осталось. Она выбивает всю дурь из глины, если она там была. Поэтому здесь лепят, работают, создаются свои работы. Далее мы на пенечке выносим их просушивать. Время, потому что не очень много, все должно высохнуть. Это воля. Это из красной глины. Из местной. Это из местной глины. Дмитрий, конечно же, как и синий мужчина, себе кубок лепит. Ну а как же, без кубка-то на керамическом пленэре. Никак-никак, совершенно. Уй, ах. Да, никак. Часть работ, которые выполнены из высокотемпературной массы, это шамот, фарфор. То, что мы планируем прожечь на 1300 в нашем горне, который будет похож то ли на рыбу, то ли на какое-то чудовище. В общем, не знаю. То есть будет такое вытянутое создание. Наверное, это каноэ. Да. Каноэ, который скоро отправится в путь. Да. Постараемся нагнать температуру максимальную. Ну, пока они сохнут, надеемся, что все-таки мы не совсем будем такие изделия влажные. Все-таки они подсохнуть успеют. У нас еще есть сегодняшний день и завтра. Завтра мы уже будем декорировать все это. И в пятницу утром мы будем загружать уже печь и просушивать и дальше обжигать. В общем, с пятницы в субботу предстоит нам ночь ударная. Бессонная. Да, бессонная. Это будет ночь обжига. Меня зовут Полина Брамон. Меня сюда пригласили авторы, идейные, вдохновители и как вас называть правильно? Организаторы. Да. Этого проекта. Да. В качестве участника. А я сразу согласилась. Планирую подсвечник. Типа давно хотела. Вот. Решила уже поспользоваться возможностью его сделать. Это вот наш горн, который выкопан в горе. То есть конструкция устроена довольно просто. Здесь вот сама камера выкопана. Закладывается. Стенки будем делать сама нам обкладывать внутренность. Там будет колосник. Сюда закидываем дрова. То есть вместо камеры будет. Потом уже на колосник складываются изделия на самого потолка. И когда все будет заложено, здесь уже саманная крышка будет. Она будет закрываться, замазываться. Все. И печь готова к обжигу. Все. Потом уже все разбирается отсюда. Все через это отверстие. Вот такой горн. Мы уже в прошлом году в нем прожигали изделие. Но без саманной шубы. Нагнали где-то порядка 900 градусов. Сухими дровами. Ну, какие нашли. Вот сейчас у нас получатся. Нам привезли сухую березу. И у нас есть еще много дров. Бревен напилить можно, наколоть. То есть с разрывами в этот раз у нас проблем нет. Вот. А это совершенно другого типа печь. мы постараемся сделать максимальную температуру. Нагнать. Поэтому сделали ее в форме такой рыбины. Чтобы пламя шло чуть вверх. Здесь наклон есть определенный. изделие будет ставиться на кирпич. Здесь поверх вот этой грубо говоря корзины будет накладываться саманная шуба. И когда он застынет уже полностью мы будем ее постараться подтапливать. Сюда будет закладываться изделие через этот отверстие. Тоже будет саманная крышка. И там тоже крышка будет. И там в конце будет труба строиться. уже. То есть пламя будет проходить из топки по всей камере и в трубу. Должны нагнать большую температуру по идее. Постараемся. Глучейными тонкими. Да. Нам очень помог комитет по культуре. Потому что изначально поддержка была от администрации нашей Гжельской и от комитета. Они бытовые условия им обеспечили еду, туалеты. Дикий огонь это конечно замечательно. Но все-таки цивилизация здесь у нас не соревнования не выживет кто не выживание. Задачи все-таки другие стоят. Задачи все-таки пообщаться сделать работы обжечь главная задача именно в этом состоит. Поэтому все-таки мы старались обеспечить для участников комфортные условия чтобы им было не тяжело им было приятно находиться им было комфортно чтобы не отрывать их совсем от цивилизации совсем уж от того к чему они привыкли. Поэтому у нас есть кухня на которой мы готовим есть зона отдыха генератор с керамика к железным только обеспечивая материалами и оборудование замечательным такой шатер в котором мы зона отдыха пока сделали на открытых дверях у нас будет мастер-класс поэтому это вот замечательное у нас такое место природа замечательный художник друзья все на самом деле могут разбирать арбуз уже легко легко и быстро освобождать нам эту сутку ооо какая боже долька если я мечтал о ней не могу это разговаривать нет не так первый восторг он не может быть повторен потрясная долька вот у меня долька знайка у меня долька учись я так сладкий звук чапкающей глины ничего где солому мешать сразу покрывать по итогам работы мы будем работать эту всю неделю а в выходной день это воскресенье мы сделаем мы сделаем выставку по итогам наших наших работ на что что мы здесь обожгли сделаем выставку на траве и все смогут прийти посмотреть не только работали посмотреть горн как это делается потоптать глину на ганер куча у нас глины заливаем водой топчем ногами готовим ее который с карьеры привезли ковшом привезли как раз можно видеть кашу ковшом же заливали воду это было можно увидеть как это все происходило у нас в группе дикий огонь а так прийти сюда потоптать глину взять кусочек этой глины слепить с семьей все что угодно будет очень много мастер-классов и по лепке и по росписи и гончарный круг и отдать можно будет это изделие слепленное в обжиг тут же ну и разные активности будут игры для детей будут музеи наши которые представят керамику 19 века расскажут об этом будет лекция по истории кжеля атакуле семерецкой историка нашего более подробно она у нас есть во всех соцсетях на фейсбуке инстаграме вконтакте то есть набирайте просто дикий огонь канал да дикий огонь группа вся информация будет у вас под рукой на следующий год всё будет замечательно это было смешно но это было круто это было правда ну да вот так всё будет замечательно потому что у нас и замечательно всё будет Вот, я не знаю, что тут есть полярка. Вот это травярка. Поправите нам. Вот это травярка. Вот это травярка. Выбирайте. Вот это травярка. Хорошо. Так дома вкладывали. Отмазывали. Еще добавляли кизяк. Кизяк, да. У меня сегментарный. Я не вижу, как мы его сделаем. Не получится сегментарный. Да, там как-то по полу уже было. Нам надо, чтобы до завтра уже было. Да. Ну что, друзья, 24 июля, воскресенье 22 года. Приглашаем вас на семейный праздник. Вот прямо сюда, в Гжель. Ссылка внизу в описании. В 12 часов дня. Приезжайте с семьей. А с вами был я, Илья Калашников. На волшебстве керамики. Пока. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok